МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Брали ли такие деньги? И в чем обман? Об этом Рамиль Шайдолин. Парковочный бизнес. Хоть и 10 рублей, но все равно многие на улице оставляют коляски. Прокуратура республики проверяет детскую поликлинику, где за хранение колясок брали деньги. Об этом Анна Городнова. Озеро Верхний Кабан чуть не осталось без рыбы. У рыбы, как бы, состояние было такое близкое к заморному. Удалось ли остановить замор, узнал Салават Мухамадулян. Температура, воздух, влажность. На единственной аэрологической станции Татарстана побывала Алина Бережная. Дело на 100 миллионов. МВД Татарстана возбудило уголовное дело по одному из самых хрупных мошенничеств этого года. По версии следствия, двум нижнекамцам удалось получить у Сбербанка кредит на 100 миллионов рублей. Спустя полгода они перестали его выплачивать. Что грозит современным Бонни и Клайду? Об этом Рамиль Шайдулин. Это была бы идеальная кредитная история. Здесь и процветающий нефтяной бизнес, и работа с солидными партнерами, и контракты как минимум с шестью нулями. Один из которых нижнекамка Лейсан заключила с банком. Взяла кредит на 47 миллионов рублей, по документам поручилась имуществом. После уже за другим кредитом пришел ее супруг Марат. Говорят, в банке он тоже оформил займ на 47 миллионов с лишним, предоставив аналогичные документы. Эти сведения содержат коммерческую и налоговую тайну, и поэтому подтвердить их достоверность не всегда представляется возможным. В данном случае искажение финансовой отчетности было выявлено в ходе доследственной проверки. Обман раскрылся через год. Оказалось, что и бизнес работал не актив, и залога как такового почти не осталось. Получив деньги, они распродали то, чем можно было погасить кредит, стань они, например, банкротами. Деньги ушли, а пара больше в банке не появлялась. Пустуют и здания, где базировались их вчерашние фирмы. По подсчетам Сбербанка, сбежавшие бизнесмены остались должны порядка 100 миллионов рублей. Следственным управлением МВД России по Нижнекамскому району Республики Тарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество в сфере кредитования. В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства дела и предпринимает меры для возмущения причинного ущерба. Где сейчас Лейсан и Марат, и что предпринимают полицейские, пока тайна следствия. Детали проясняются, когда допросят всех причастных к делу. Рамиль Чайдулин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань, Нижнекамск. На председателя Федерации профсоюзов Татарстана Татьяну Водопьянову завели уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете Республики. Она подозревается в коммерческом подкупе в крупном размере. По версии следствия, в апреле 2015 года Водопьянова, угрожая увольнением главному врачу санатория Бакирова, потребовала заключить договор страхования своей жизни на сумму 500 тысяч рублей. По нему страховая компания в случае смерти Водопьяновой или ее дожития до окончания договора должна была выплатить ей, либо ее наследникам 500 тысяч рублей. То есть те деньги, которые заплатил санаторий. В результате Водопьянова получила эту сумму. В настоящее время проведены обыски в двух квартирах Водопьянов в городе Казани, а также в загородном доме. Изъяты необходимые документации, а также денежные средства. В Водопьяновой написана явка с повинной, в которой она указала, что в период с 2009 по 2014 годы аналогичным образом она также получала денежные средства. Таким образом, нанесенный ущерб может считаться суммой в районе 3 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по данной статье до 9 лет лишения свободы. Отметим, что 63-летняя Татьяна Водопьянова руководит Федерацией профсоюзов республики уже 18 лет. В детской поликлинике Челнов берут деньги за хранение колясок. Такое сообщение накануне появилось в народном контроле. Появлением новой услуги в недрах учреждения оказались довольны не все родители. Хотя руководство утверждает, предлагает за деньги охрану и теплое помещение. Законно ли взимать плату? К делу подключилась прокуратура республики. Анна Городнова о детской парковке. Важно бесплатно быть для людей. Лучше бесплатно, чем платно. Хоть и 10 рублей, но все равно многие на улице оставляют коляски. У меня вообще без разницы. 10 рублей же не особо много. По мнению мамы двоих детей Алсумы Хамединовой, так за месяц может уйти. Значительная сумма. Она с детьми часто посещает поликлинику. К платной парковке, говорит, не принуждают. Оставить коляску можно и у входа на улице. Карточку хотела забрать и все. А сейчас коляску туда сдавать, 10 рублей платить надо. Однако эту услугу приняли не все мамы и папы. Парковочный бизнес процветал в 4-й детской поликлинике 10 лет. Но о проблеме заговорили только сейчас. После жалобы возмущенных мам в народный контроль. В чеке черным по белому хранение колясок 10 рублей. Минздрав в ответ сообщил. Охрана колясок на платной основе была организована согласно уставной деятельности учреждения. Деньги подвергались учету. В администрации поликлиники уверяют, организовать парковку просили сами родители. Наблюдали случаи хищения средств транспортировки детей колясок, санок, велосипедов. И родители неоднократно обращались к письменным заявлениям о том, что просят организовать охрану за символическую плату. Так здесь наняли охранника и установили сумму в 10 рублей. После капремонта, который недавно завершился, от этой услуги должны были отказаться. Утепленная парковка предусмотрена уже по новому проекту. Из-за сохранности детского транспорта будут следить видеокамеры. Не дожидаясь окончания работы, уже сегодня парковочное место стало бесплатным. На месте вахтер, она же выдает специальные жетоны. По завершению монтажных работ, по установке видеонаблюдения, данная услуга, конечно, она будет осуществляться за счет видеонаблюдения. И, конечно же, это будет все на безвозмездной основе. На сообщения отреагировала и прокуратура республики. В проект проверки будет дана правооценка деятельности администрации учреждения здравоохранения. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Законно ли оказывались плотные услуги, прокуратура ответит после расследования. Анна Городнова, Шатаюбов, Марат Сейдгараев, Альберт Шифигурин, Ксения Шулакова, ТНВ, Набережные Челны. На озере Верхний Кабан мор рыбы. Такое экстренное сообщение поступило от рыбаков-эколога. У обитателей в водоеме кислородное голодание. Удалось ли их спасти и насколько опаздывает весна, по прогнозам спасателей, узнал Салават Мухаммадуллин. Начала из моря появляться, там побольше, сделали проруби. Так Сергей Морозов и его коллеги-рыбаки забили тревогу. Звонки экологам, рыбнадзор, спасателям. И вот на Верхнем Кабане звуки моторов и отряд инспекторов делают специальные лунки. Глубину воды, температуру и рельеф на показывает специальный прибор Эхолот. Датчик опускается в воду и уже через секунду мы видим все данные на вот этом экране. Как видно, 3,9 глубина, 1 градус, а рыбы рядом с нами нет. Видимо, испугалась шума. Со своими приборами на озере сегодня и экологи. Первый экспресс-анализ показал критическое низкое содержание кислорода в воде. Полтора миллиграмма на кубический метр при норме не менее четырех. После работы ледопуров результаты успокоили экологов. Сейчас составляет чуть больше 21. Поэтому можем сказать, что состояние уже улучшилось. Это практически единичный случай. То есть, вследствие каких-то признаков, мы не знаем каких, в этом году именно сложилась такая ситуация, что у рыбы состояние было такое близкое к заморному. Гнение водорослей, толщина льда, причин может быть несколько сразу, пенять можно и на погоду. В этом году, по прогнозам, немножко где-то на неделю, возможно, отстает, конечно, весна. Но главное все же, что замор рыбы удалось предотвратить. Но это только на этом водоеме. Спасатели просят. Если вы или ваши знакомые заметили рыбу на льду возле лунок, то немедленно сообщите об этом. Именно такая тенденция – признак недостатка кислорода в воде. Словат Мухмадуллин, Данифуат, ФТНВ, Казань. Сделать самый точный прогноз на весну. Сегодня в небо синоптики запустили специальный радиозонд. Он определяет как температуру, так и направление ветра. В республике ежедневно над прогнозом работают более 30 тысяч сотрудников метеостанций. И хотя на службе у них высокоточные приборы, о старых, проверенных временем методах не забывают. На единственной аэрологической станции республики прогноз на ближайшие дни составила Алина Бережная. Надувают не в честь дня рождения, а для дела. 63 года сотрудники аэрологической станции Татарстана помогают синоптикам составлять прогноз погоды. Наполняют шар гелием. Это самый безопасный газ. Когда лопается в воздухе, не наносит вред ни людям, ни природе. Метеорологический зонд. Мы его крепим к оболочке. Несколько крепких узлов и устроятся со специальными датчиками на шаре. Теперь воздушный исследователь готов к полету. Долгожданный момент. Гелевый шар наконец-то поднялся в воздух. Максимально он поднимается на высоту до 30 километров. Шар в воздухе находится полтора часа. Все метеоданные сливаются в компьютер. Температура, влажность воздуха, направление ветра. Все отображается на графиках. И такие исследования проводят два раза в сутки. Сразу на 108 российских аэрологических станциях. Все показатели отправляются в гидромедцентр России. Так делают прогноз погоды уже больше 60 лет. Но именно ему синоптики доверяют больше, чем современным ноу-хау. Этот метод используется уже сравнительно давно. Но другое дело происходит модернизация оборудования. Сейчас, как вы видите, оно занимает буквально два блока. Минус 4 температура и влажность 43%. Собирают метеоданные на земле. Давление атмосферы, осадка и направление ветра. Автоматические приборы на специальной площадке фиксируют все погодные явления. Работа не прекращается. А данные собираются даже вручную. Если компьютер у нас выходит из строя, мы переходим на резервные приборы. На метеостанциях республики ежедневно работают более 30 тысяч человек. И даже в праздничные дни синоптик не оставит татарстанцев без прогнозов. В ближайшие два дня в Казани облачно, а временами снег. Лена Бережная, Шат Мухаммедов, ТНВ, Зеленодольский район. Это новости Татарстана и далее выпуски. В работе до последнего дня. Аура его присутствия, она вот, понимаете, она вот здесь. Как в Казани просились с журналистом Владимиром Устиновским Лена Зинатулина. О пристрастиях и традициях. То есть пили, что называется, на троих впервые. Как музей самогона может быть антиалкогольным, узнал Дмитрий Иринин. С ходом строительства гостиницы «Колгали» аналогом «Белой палаты» в Болгарах ознакомился сегодня Ментимир Шамеев. Госсоветник республики посетил строительную площадку, где по заказу госжилфонда возводится жилье для сотрудников гостиничного комплекса. Три дома уже готовы к сдаче. Строятся два общежития. Позже Ментимир Шарипович оценил уже стройку самой гостиницы. Сейчас здесь идут отделочные работы. Строительство уникального здания, баня также завершено. Строители приступили к оформлению помещений. Подводя итоги, госсоветник отметил, теперь нужно реализовать проектные задумки и красиво завершить возведение гостиницы. В Татарстане введут лицензирование для детских тренеров по волейболу. Сегодня в Министерстве по делам молодежи и спорту встретились тренеры, игроки, а также волейбольные менеджеры со всего Татарстана. Вместе с Фаридом Мухамедшиным они обсудили план развития до 2022 года. По мнению президента федерации, важно составить систему финансового поощрения для тренеров-одаренных спортсменов и провести лицензирование детских тренеров. Фарид Мухамедшин также предложил проводить крупные волейбольные финалы в районах республики. Сегодня в Казани простились с известным журналистом Владимиром Устиновским. Он скончался в понедельник на 71-м году жизни. И до последнего дня жил работы. 44 года в редакции газеты «Республика Татарстан». Ушла действительно эпоха. Первый заместитель главного редактора – опора коллектива и легенды журналистики. Каким он запомнится, Лина Зинатулина. Вы знаете, я с большим волнением вхожу в этот кабинет, потому что мы впервые входим сюда, после того, как Владимир Владимирович ушел отсюда. На календаре последний рабочий день, на рабочем столе – последний номер, вышедший под его редактурой. Здесь еще чувствуется во всем его рука. На готове очки и ручка – все, что помогало ему делать каждый материал действительно качественным. Был уедливым, дотошным. Я считаю, что это качество настоящего профессионала. В газете, которая тогда еще называлась «Советской татарей», он с 78-го. За 44 года прошел с коллективом самые насыщенные, оттого самые сложные для газетчиков периоды. Август 91-го, октябрь 93-го – тысячелетие Казани, когда работу заканчивали в 4 утра, а в 8 начинали снова. Мне доводилось тоже какие-то свои материалы приносить. И я знаю этот острый взгляд. Это перо, нацеленное на то, чтобы изловить там мельчайшую ошибку. Бесконечно требовательный, сдержанный или наоборот задорный и веселый. В нем как будто уживались два человека. Он готов был обнять весь мир. И мы-то, вспомните, с удовольствием прижимались к нему. Тепло было рядом с ним. И трудно, и тепло одновременно. Счастливый в семье с женой Татьяной, детьми и многочисленными внуками, о пенсии он и не думал. Работа – главное лекарство. Человек, который всю жизнь посвятил себя журналистике, жил ею, отдавал ей больше времени, чем семье и всему прочему. Я считаю, я должен работать и творить до последних дней. Сейчас трудно представить, что вот неделя прошла, и жизнь кончилась. Он был честным по жизни, честным в профессии. Он был другом. Планку профессионализма, которую Владимир Владимирович очень высоко поднял, мы, конечно, ее не уроним. 31 января Владимиру Устиновскому исполнилось 70. Он ушел из жизни 19 марта. Сердце не выдержало перенесенной на днях операции. Журналиста похоронили сегодня на Царицынском кладбище. Лина Зинатульна, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Теория, практика, тренинги. Участники WorldSkills по компетенции печатной технологии в прессе приступили к подготовке перед отборочными соревнованиями. Тренировка проходит в Рыбинске. В течение недели осваивают навыки работы на сложном печатном оборудовании. Среди участников студентка Кнету и Велина Михайлова. В конце ноября девушка вошла в состав сборной республики, победив в региональном этапе чемпионата. Свои умения молодые специалисты представят уже в конце апреля на отборочных соревнованиях чемпионата на базе того же Рыбинского ресурсного центра. Мы занимаемся очень-очень плотно. У нас график с 8 утра и до самого позднего вечера. Но так как все участники очень-очень замотивированы и настроены на победу, усталость нам не помеха. Международный день человека с синдромом Дауна отмечается сегодня в России и мире. И в Татарстане живет девушка, которая каждый день доказывает, ограниченные возможности это не про нее. 22-летняя Лисан Зарипова из богатых сабов по жизни идет танцуем. Причем увлечение переросло в профессию. Лисан стала лицензированным инструктором по фитнес-танцам. В свободное время тренажерный зал, настольный теннис, вязание и рисование. А еще тысячи поклонников в соцсетях. Как бесконечная любовь к жизни не дала сбыться страшным прогнозам Лина Зинатулина. Линя! И так каждый раз, когда инструктор Лисан входит в зал. Девушка обучает модным сегодня фитнес-танцам зумба. Занимается со взрослыми и детьми в Казани и здесь, в Сабинской школе. У нее танцы легкие, красивые. Она очень хорошая. У нее все получается. Это тот случай, когда талант не спрячешь. Танцы начала изучать в интернете. Дальше ежедневные занятия, победы в российских и международных конкурсах. И, наконец, лицензия на обучение. Я люблю танцевать. Я люблю суба. Бесконечная любовь, искренность и дружелюбие, таких как Лисан, не случайно называют солнечными людьми. Хотя сначала были одни тучи. После рождения у меня я 10 дней плакала. Я считала себя такой несчастной, только одной во всем белом свете. Врач говорила, ничего не бойся, Рамзия, она тихо во сне умрет. В 90-е вокруг только непонимание и насмешки. О диагнозе никакой информации. Мама воспитывала Лисан интуитивно, а потом оказалось правильно. К примеру, вязание развило мелкую моторику. Под силу и серьезные нагрузки. Сегодня девушка приседает с 35-килограммовой штангой. Тяжело? Нет. Спортзал, танцы, рисование, Лисан, все интересно. А вот и в новом увлечении на стольном теннисе уже готовится к специальной олимпиаде и вдохновляет преподавателя. У нее такая аура. Я домой прихожу после тренировки с ней. Я просто такой наслажденный. Я столько сделал добра. Добро Зариповой теперь дарят всем. Сотни друзей и поклонников, тысячи подписчиков в соцсетях. Как говорит мама Лисан, они будут безумно счастливы, если их история поможет хотя бы одной семье не опустить руки. Главное, чтобы верили в своего ребенка. И сила любви способна творить чудеса. Когда слышим, например, негатив в сторону наших детей, не надо обращать внимания. Мы не видим эту лишнюю хромосому. Лишняя хромосома – это лишнее добро. А доброта лишним никогда не бывает. В лесу пора уборки и обновления. В Международный день леса казанские школьники отправились в гости к лесникам. Вместе убирали сухостои и подготовились к прилету скворцов. Лес в ожидании весны увидела Динара Камалова. Я решила попробовать защитить как-нибудь своими руками лес. Любовь к лесу одними прогулками по грибам и ягодам у Татьяны Крайновой не ограничивается. Она активный участник детского лесничества. Вот и сегодня вместе с одноклассниками пришла помочь лесным обитателям. Сейчас по всей Казани дети собирают и делают скворечники со своими родителями или друзьями. И мы их развешиваем каждый год. Сегодня это не очередная школьная экскурсия в лес, а настоящий поход в гости к лесникам. В Международный день леса здесь убирают больные деревья, вешают скворечники, собирают сухостои целыми семейными династиями. Любовь к природе у меня уже с детства. В основном сыновья, продолжают сыновья, даже дочери продолжают работу своих отцов. Говорили сегодня о проблемах легких нашей планеты. У деревьев много врагов. Это и насекомые, и звери, и человек. И с теми, и с другими в Татарстане справляются. Поврежденные деревья ликвидируют, а на их месте высаживают новые, а не добросовестных граждан. Наказывают рублем. Если имеются факты захвата, направляем исковые заявления в суд, привлекаем к административной ответственности. Например, за рубку данного дерева, не считая ущерба, штраф будет от 3,5 до 4 тысяч рублей. В республике чаще высаживают сосны, европейские ели и сибирские лиственницы. Дело в том, что в Татарстане из-за географических особенностей леса распределены неравномерно. Например, 40% территории Нурладского района занимает лес. А в Чистопольском и Дрожжиновском районах лесов практически нет. Все эти подробности школьникам сегодня рассказал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров. Наряду с тем, что в Татарстане сохранились традиционные питомники в лесхозах, их 53, наше министерство пошло по пути получения качественного посадочного материала на промышленной основе. Эти ребята вернутся в лес и завтра, ведь здесь нужна ежедневная работа. Динара Камалова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Не только сохранить лес, но и приумножить деленное богатство. Чтобы обсудить эти вопросы, сегодня в Академии наук встретились лесники республики, студенты и волонтеры. По словам первых, сейчас лесистость в Татарстане идет на убыль. Леса заполняют лишь 17,6% всей территории республики. В планах Минлесхоза привлечь внимание молодежи к этой проблеме. Совместно с волонтерами и студентами они готовят ряд мероприятий по восполнению лесного фонда. Конечно, есть вопросы инициативного значения, вовлечения наших молодых будущих специалистов. Но мы уже в ближайшее время хотим в новом формате актуализировать эту проблему, привлечения молодых специалистов в нашу отрасль. В Казани открылся антиалкогольный музей самогона. Да, заведение носит именно такое, казалось бы, абсурдное название. Более 10 тысяч экспонатов рассказывают не столько об этом напитке, сколько о предметах и процессах, что бурлили вокруг него. Откуда пошла традиция соображать на троих и что не полетело в космос из-за самогона, узнал Дмитрий Аринин. Мне вам ответить легко и приятно. Куратор музея, академик Юрий Круглов с упоением рассказывает об истории самогона и всем, что с ним связано. Как потекает из исследований, история этого напитка насчитывает более 30 веков и начинается со священных ритуалов. Пили, что называется, на троих впервые. Раджа, представитель власти светской, жрец, представитель власти духовной и сам Бог Агни. Эксперт самогонных дел сразу оговаривает, что пропаганды пьянства в музее нет. Вот эта тема алкоголизации подразумевает деградацию личности, а создание самогона только творчество. Потому что нет творчества, нет хорошего самогона, тогда нет предмета разговора. Чтобы показать весь полет самогонного творчества человечества, в музее собрали более 10 тысяч предметов разных эпох. Вот эта бутылочка вообще Петра Первого. А такой самогонный аппарат, как говорят, сделали из запчастей для космических аппаратов. Вытащить его можно запросто. Аппаратура редчайшая, но в 60-е годы дефицит во всем у нас. Посмотреть на самогонные самоделки сразу после открытия музея почти несколько десятков человек. Я-то думал, будет очень специализация такая, с технологией связана, так скажем. А здесь и исторические предметы. Смотрел, тут такие экспонаты, как бы в детство вернулся. В музее ждут, что посетители смогут пристраститься совсем не к употреблению напитка, а к изучению истории. Дмитрий Айрин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». А сейчас спорт и прогноз погоды. Увидимся в 21.30. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиятов. Сборная России по футболу начала подготовку к контрольным матчам чемпионата мира. Команда тренировалась на арене Химкин, но занятие не смог завершить защитник Рубина Руслан Камболов. В самый разгар тренировки он в сопровождении врача Прихрамова ушел в потрибунное помещение, а потом покинул арену. У защитника сборной России зафиксирован спазм мышц бедра. В настоящее время ведется динамическое наблюдение, говорится в сообщении Пресс-службы национальной команды. Руслан Камболов был вызван в состав национальной сборной в это воскресенье вместо травмированного нападающего Александра Кокорина. Ранее стало известно, что сборной России не помогут Виктор Васин и Георгий Джикиа. К другим темам. Вывести национальную борьбу к рэш на международную арену. Именно такую задачу ставит руководство Всероссийской Федерации Борьбы. Наш вид был представлен на универсиаде и чемпионате мира, но этого недостаточно. Необходимо продвигать крэш на более массовый уровень. Специальная пресс-конференция дала возможность понять проблемы развития борьбы. Сегодня по всему миру проводятся форумы на фестивалях, демонстрируют особенности национального вида. В последние годы расширяется география участников как среди взрослых, так и юношей. Отметим, что чемпионат страны мира в этом году пройдут в Казани. Сейчас говорим крэш, уже объясняем, потому что крэш есть у многих народов, особенно у азиатских. Вот вроде бы изменяем, делаем одно, один плюс большой, но тут же наряду бывает несколько минусов или несколько проблем. Мы уже должны людям объяснять, что так крэш. А лучшие представители настольного тенниса в Сабинском районе сегодня на базе плавательного бассейна стартовали открытые лично командные всероссийские соревнования. Турнир проходит в рамках 17-го мемориала памяти заслуженного лесовода, кавалера ордена в знак почеты Октябрьской революции Нургали Миниханова. На турнире примут участие более 250 спортсменов из районов республики и других субъектов Российской Федерации. В соревнованиях выявятся сильнейшие в мужском и женском одиночном, а также парном и смешанном разрядах. Чемпионат продлится до 24 марта. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Данил Мастер Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в гугольме Бавлы-Ознакаево, переменной облачность, возможен небольшой снег и 4 градуса ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, также 4 мороза, облачная погода с прояснениями. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске потеплело до 3 градусов ниже нуля. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси, возможен небольшой снег. Столбики термометров покажут минус 3. Для жителей юго-западной республики 22 марта будет пасмурным и с небольшим снегом. Минус 4. В центральных районах Чистополя, Альметьевске, Мамадыши, облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег и до 5 мороза. В последующие дни станет еще теплее. Местами пройдут осадки. Днем в Казани возможен небольшой снег. Температура воздуха минус 3, минус 5. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Ожидается небольшая магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. До свидания.